МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Созданной по поручению губернатора в курских магазинах проводится мониторинг цен. Рейды совместно с прокуратурой, поптовым и сетевым компаниям дали свои результаты. Выявлен ряд нарушений, будут применены штрафные санкции. Согласно нашего мониторинга, цены, хоть и выросли, действительно, скрывать я не буду, но находятся в среднем сегменте рынка. По центральному федеральному округу, и могу сказать абсолютно точно, основываясь на данных курс КСТАТа, это данные официальные, цены на продовольственную группу товаров у нас на различные категории, являются самыми низкими не только в Центральном федеральном округе, но и в России. И тем не менее, многие товары не выглядят дешевыми. В настоящее время специалисты ищут ответ на вопрос, кто виноват, производитель, оптовики или розничный сектор. Я могу сказать только решение, потому что если касается продовольствия, то, как правило, существует ознак спекулятивного роста цен. Решить вопрос ценовой политики по товарам неподконтрольным государству Александр Михайлов предложил на законодательном уровне. Может федеральный парламент просить не дремать, а взять вообще-то какие-то, ну, с учетом тем более обстановки, внести поправки в законодательство действующее. А иначе мы так и будем рассуждать и все разводить руками. Народ будет к нам претензии предъявлять, а у нас полномочий нет. Вот и все. Еще один важный вопрос, который обсудили на заседании жилищной. В Курской области государственная поддержка льготников осуществляется по 10 категориям. Так, за последние 8 лет помощь получили более 6700 курян. Из бюджета всех уровней направлено свыше 5 миллиардов рублей. В 2014 году 127 граждан, ветераны Великой Отечественной войны, улучшили свои жилищные условия. Вторая по численности категория граждан – это молодые семьи. В 2014 году 167 молодых семей получили субсидии на улучшение жилищных условий. Финансирование этой программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета. Также жилье в прошлом году получили 45 человек с ограниченными возможностями, в том числе и родители, воспитывающие детей инвалидов. Кроме того, почти 180 молодых и 10 многодетных семей, 13 учителей. Эта работа будет продолжена как минимум до 2020 года. Ирина Шашкова, Андрей Дептерев, Телеканал СЕИМ.